здравствуйте дорогие друзья шалом из иерусалима мир шалаем у нас сегодня цикл юрский еврейское поведение называется урок не утруждаем других не утруждаем других и это у нас идет по маленькому циклу как называется алье маленький цикл сейчас нам скажет маленький цикл как называется недельный раздел толдот так написано как быть евреем цикл называется спасибо большое там уже приближаемся мы к завершению третьего десятка уроков написано в книге береши 25 глава 29 стих там так написано сварил яков похлебку место смысл виду имеется ввиду чечевичная похлебка такое редкое блюдо и мы знаем из комментариев что она варится в в том доме где сидят траур сидят шива близкие люди сидят и они не готовят ничего им это готовят обычно в эти дни это какой-то вещи готовят это чеченную похлебку она была красного цвета написано так в танахе не в танахе а в самом хумаше в тексте и мидраж нам рассказывает пришел мидраж мидраж рассказывает пришел яков он пришел из дома учения там где научил талмуд так мидраж написано кстати откуда мидраж это знает мидраж был записан не написан а записан это устная тора записан ну 20 столетий назад примерно а после события которых идет рассказ в пяти книжей прошло 18 столетий ну примерно тоже 20 если говорить про первый век конец первого века приняты нынешней европейской эры то будет 19 веков от якова до мидража от мидража до нас и от мидража на таком расстоянии пишет о том что происходил на самом деле в доме авраама иска к якова откуда мидраж это знает по цепочке свидетелей учителей которые передавали это это устной тору и записали наконец-таки 19 веков назад чуть меньше и вот мы знаем это из устной тор который уже записано поэтому можно сказать что пришел яков из дома учения домой он учился не видит что все слуги служанки спят и он не захотел их но расстраивать пробуждением потому что наш урок не утруждаем других и не расстраиваем тоже в данном случае не утруждаем и сам свалил эту похлебку для кого для отца исхака в эти дни за день до этого вообще в этот день был вечер умер авраам братец авраам дедушка якова и отец сидел шива и надо было готовить еду или сейчас на вечером или вообще на утро и никто не готовил и сава не было дома он занимался своими савскими делами и увидал яков он не обязан варить он сам свалил эту похлебку все обязаны варить повара и люди которые к этому специально представлены дом авраам был очень богатым домом дом исхака исхак собирал очень большие урожаи торговал по всему тамошнему миру должно быть не на еду это все шло а у авраама авраама написано было столько было столько такие большие стада были что он держал и не держал их земля в вместе они разъезжались эти стада так было много очень богатые люди поэтому люди сами эти люди авраам не исхак не дети исхак не готовили у них были слуги и тем не менее яков увидел что слуги сейчас отдыхают спят ночь была не день 6 днем спят ну в доме где это справляет траур наверно днем спят не знаю так или иначе он не хотел расстраивать их своих пробуждений больше того еще интереснее они пришло в голову он вообще мог ничего не делать этого не за него задача была погонять этих слуг не он за них отвечал час если как есть как и лезер авраам был у человека который занимался завхоз смотритель всего дома тоже такой же наверное здесь человек был об этим бы занимался но яков знал наверное что все остальные люди которые сейчас займутся этой поклёпкой они разбудят этих слуг а их лучше не будите яков сделаю он сам может это сделать и он начал его варить чтобы только их не утруждать и не расстраивать что еще утруждать для этого они вообще-то и наняты это их работа конечно же и чем-то другим заниматься можно было просить исполнить эту работу от чек спит и спит потому что ему дали такую возможность так написано в договоре нашим ты по ночам спит человек и разбудить его вот в первую секунду человек вообще-то не помнит что в договоре что он в работе поэтому он расстраивается ему тяжело вот чтобы этого момента не было лучшего не будить этого достаточно и медраж добавляет что так он поступил по отношению к слугам для которых варить вообще-то прямая обязанность тем не менее он так поступила отсюда мы учим что тем более так надо поступать любым человеком и стараться его не утруждать и тем более не заставлять страдать его самой легкой форме кстати сегодня будем говорить об этих легких формах ну важное замечание здесь я от себя его привожу потому что на эту тему примерно мы говорили примерно таком же ключе говорили ровно четыре года назад в нашей серии еврейские еврейское поведение сейчас мы ведем много новую новую теорию новую теорию ведем и кое-что выучим заново то есть узнаем по крайней мере то чего не были раньше такое важное замечание я решил здесь сейчас сделать для того чтобы вот мы сказали не утруждаем других но отсюда не следует что нужно других учить не утруждать других я понятно сейчас говорю это да вот пятигорске нам рассказывал раф пятигорске рассказывал что так нельзя поступать а ты так поступаешь вот я не обращаюсь к тем людям которых здесь нету люди только не пришли объясняю сами пришли что мы так поступаем что мы не утруждаем других мы не утруждаем а а уж что они делают это их личное дело если они хотят прийти и поучиться с нами прийти на наш урок на вебинар наш записаться то пожалуйста в таком случае я буду говорить что нужно что не нужно а уж они решат следовать ли этим законом этим правилам еврейской 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 этики или не следовать то есть мы не отмечаем как другие не помогают людям или утруждают их не этим мы занимаемся а наоборот когда мы видим плохой поступок других ли первое я так плохо не по своя к и же плохой поступок другого человека например он утруждают других приходится с работы красит жена кушать одна сама пришла с работы и она может вальца с ног а у него была работа сел в вебинарах то есть эти в интернате в интернетах мог бы сам приготовить обед я сейчас разговаривал с человеком который здесь работает то лот и все время все обеды делает сам дома отсюда это замечание делаю так вот заставляя других людей я вижу как он заставляет традать утруждая других людей что я при этом должен чувствовать думать испытывать да очень просто первое я ошибся в оценке его действий никого не утруждают или же он друждает потому что анус у нас это называется вынужден так сделать ну не знаю понимает мальчика утром мы же говорили о сне понимает то что он проснулся потому что нужно бежать в ешиву в хедер и тому не нравится но что теперь делать я не могу притискать уже а пятигорские на уроке сказал что так нельзя делать так иначе скорее всего никакой никакой здесь ошибки не происходит или же мы видим в любом этическом правиле не воруй или мы видим и правило какое не не загребай жар чужими руками да не эксплуатируй других людей или вот не утруждая других людей или не обманывай много разных правил и к вижу человек таки делает так так вот первое или он так не делает или он так делает а я большой учитель я могу ему сделать замечание и он его примет и скажет что ж ты раньше спасибо что ж ты раньше мне не сказал об этом и он исправится или третий случай очень простой ничего я не могу сделать по крайней мере просто подумай ради чего Всевышний дал мне это увидеть своими глазами я вижу как человек нарушает Тору сердце у меня болит законы Тора законы этики так вот светлый не случайно значит в данном случае я могу обратить внимание на то что наверное я что-то сделал нехорошее и мне с неба сейчас дали возможность пересмотреть переоценить переоценить собственные поступки чтобы сделать шуму чтобы справиться самому не исправлять других людей я пришел если я не умею это делать моя цель исправить самого себя какое важное замечание ну а мы возвращаемся мы к слугам канаанским рабам кстати в доме Исхака который только что потерял своего отца Авраама нашего братца Авраама Авину и Рамбам пишет что несмотря на то что слуги работники канаанские рабы обязаны работать даже тяжело еврейские рабы тяжело не обязаны работать а вот канаанские ну по найму он сам пришел в рабы взяться есть такие люди кто любит тяжелую работу да физическая работа тоже работа так вот не зря на то что он взялся работать тяжело все равно милосердием является моим милосердием является мое к нему отношение ка я его не утруждаю чрезмерно и не нужно не нужно его облегчить его труд тем более не принуждают его гневом криком окриком но говорить нужно спокойно и всегда быть готовым выслушать его соображения почему он это сейчас не может сделать и не обвинять его сразу же в ленности в нарушении договора уважать ему расправы сейчас мы тебя уволим накажем поставим в угол почему и так далее потому что это некрасиво так написал Рамбам а мудрецы добавляют если Рамбам так написал о рабах и работниках а именно о них он написал то таким должно быть и наше поведение в отношении к прочим людям а мы с вами добавим и в семье это очень важно никого не утруждать без нужды не придумывать что есть нужда когда на самом деле я утруждаю кого-то для того чтобы мне было легче хотя сам мог бы это сделать а тем более не того чтобы я проявил себя местным диктатором или по крайней мере крутым человеком о тех кто как говорят как говорят строго исповедлив это самая жуткая характеристика которую я когда-нибудь слышал так говорят о тяжелых людях и мудрецы же добавляют не зовут слугу сделать работу когда он спит или ест очень просто устал или отдыхает и отдыхает тем более так запрещено поступать неожиданную вещь с женой и с детьми не надо заставлять их быть рабами в вашем доме в нашем доме если они сейчас на самом деле просят отдыха ребенку иногда нужно отдохнуть повеселиться может быть побегать на улице и не надо его из него делать домашнего раба лучше от этого он не станет а мы хуже станем если мы кого-то что-то заставляем сделать больше положенного Адморес Чебанни рассказывает он рассказывает про раби Давида которого звали раби Давид Мааранна он жил он умер в 1946 году он приехал сюда из Европы он учился между прочим в Хавруте в паре с раби Шлома Залманом Ойербахом был такой крупнейший учитель Мусара этики еврейской и он объяснил Адморес Чебанни который был на чего намного почему он один облегчает многие положения Песоха приходят люди спрашивают что делать в Песохе в таком-то случае в таком-то случае и многие вещи которые не прописаны в законе в прямой а прям в конкретный случай раби Давид Мааран облегчал целикулы он говорил это разрешается это разрешается ни одного нарушения то он не разрешал нарушения запретов мудрецов тоже нет но он всегда искал возможность что если есть возможность на кого-то оперевшись на мнение решением предыдущих поколений мудрецов это скажешь что-то разрешается он единственный так поступал все время все положения Песха он поступал вообще против больших пуским больших постановлений для того чтобы улучшить участь людей иначе тяжело например примеры ужесточения сейчас скажу что такое ужесточение или устражение лучше слово да пасхального это самый простой пример это маца Шруя Моцебрай да еще называется маца которая попала в воду маца она это не хомец если на нее упала капелька воды то в принципе мы ее едим литовские евреи и индиаты многие другие тоже но многие хасидские движения считают что это уже сафек сомнения что может быть уже началось брожение вот это этих молекул муки которая там есть уже свареная кстати с водой поэтому они мацу никогда не опускают в чай не делают из нее сухари и так далее но цебрай по-английски так вот видите это называется ужесточение устарожение мы как-то были на одном из наших уроков тоже года два три назад и там мы говорили на такой теме есть такое правило что если ты в результате устарожения законов когда можно поступить легко проще можно строго но человек берет на себя обязательство поступить строго сам или так у них принято в этой среде но не нарушение главных постановлений мудрецов тем более торы то если это устарожение делалось за счет утруждения других людей то оно отменяется был такой закон долго мы не будем говорить на эту тему этого достаточно так иначе он его спросил почему ты делаешь и он так объяснил я бы тоже ужесточал и устарожал законы Песоха но я знаю что выполнять все эти устарожения будут вообще-то не евреи которые пришли мне с этим вопросом а их жены они ко мне пришли на урок за этот вопрос а женам и так тяжело и перед Песхом во время Песха еще и на них и навалить эту тяжесть это я взяться на это не могу и поэтому я говорю здесь можно поступить проще не нарушая никаких законов так или иначе однажды он пришел в синагогу на молитву это молитва которая делается утром рано утром первое первый миньян он пришел на эту молитву и вдруг как будто что-то вспомнил и ушел обратно потом через некоторое время пришел не написано опоздал не опоздал скорее всего не опоздал жил рядом с этой синагогой и молился и его спросил рабе Шлома Залман Ойербах его младший друг вместе с ним учился он знал он спросил куда ты уходил они будут в нормальных дружеских отношениях и поэтому можно было задать такой вопрос и еще объяснение еще интереснее Раф Шлома Залман Ойербах прекрасно знал что Раф Эрбдовид Маоран никогда ничего не поступает отдельно от Аллахи от еврейского закона все у него по Аллахи поэтому если он куда-то пошел значит что-то была какая-то необходимость он его спросил и он ответил что что он вернулся домой у него недавно умерла жена и он жил в доме своей дочери старшей дочери и вставал утром и он же был пожилой человек и он выпивал чашку кофе без сахара перед сахаром сахаром мы не употребляем так иначе это решается например почему устарожение или облегчение он выпивал и он оставил эту чашечку и пошел молиться и он знает что дочь его встанет позже а в это время кофе уже к этому стаканчику присохнет и нужно мыть будет сложно сейчас там пока свежее можно выплеснуть и сплоснуть и все чтобы ее не утруждать самую дочь он вернулся обратно помыть этот стаканчик такое у него было правило недаром люди говорили что Мааран ни разу в жизни никого не утрудил можно такой глагол сделать ну мы еще знаем такое правило вот написано хагига мы говорим про утруждение да есть еще такая вещь как не причинить неприятность другим людям сделать амус называется маус это когда что-то неприятное и сказано в трактате хагига пятый лист первая страница что человек который сделал какую-то неприятность ну я не знаю там неприятный цвет вкус действия движения какая-то такая ну неприятность то он будет наказан небом рано или поздно именно за это действие там так написано все незамеченное будет судиться судом всевышнего незамеченное это значит незамечено самим этим человеком который что-то поступил плохо и доставил неприятность другим людям и приведем пример убил вошь перед другим взял вошь и убил прямо перед ним мы с вами даже не знаем как она выглядит вошь я полагаю что вы не знаете я тоже но люди которые это знают говорят наверное что это неприятное такое движение ну возьми ты ее отнеси раньше наверное были вошь вши да и в другом месте или там же написано что если человек взял что сделал плюнул перед другим ну плюнул по своей нужде я могу проиллюстрировать это современным примером сидит человек достал он платок огромный или тишу да салфетки и высморкался прям перед всеми за большим столом громко вкусно с аппетитом ну не всем это нравится вот это нельзя делать если не всем нравится просто в хегега написано что он будет и за это тоже отвечать потому что кому-то это неприятно а последующие мудрецы написали что особенно когда он причиняет телесные неприятности что с неприятности телесные это я вижу как он сделал звук и так далее а есть еще воздействие на тело он курит прям при нас не стесняется и многим это ужасно не нравится и это нехорошо это нельзя делать не дай бог если ты доставляешь неприятность другим людям а если кто-то скажет ну пускай он выйдет я тут сижу вообще в синагоге это неправильно почему обязан выйти тот кто причиняет неприятность телесную другим людям на эту тему наш урок сегодня и идет муша арон штерн есть книга байтумнуха дом и отдохновение где рассказано о случае который подошел в ешиве рабе аврамы лягу майзес был такой известный раввин и там было собрание совещание на собрании люди курили было принято в то время еще не все медики выступали против курения еще не везде рекламировался за это здоровый образ жизни никто не знал что это просто вообще вечно смертельная на самом деле есть активное курение очень плохо есть пассивное курение а есть вообще неприятно другим людям например плохо приношу этот запах но не всем об этом и объявляю я не буду говорить вот ты меня мучаешь куря здесь в одном помещении со мной в принципе я могу попросить его не курить если я один если один в меньшей степени если еще есть люди точно я пользуюсь своей седым благообразным видом попрошу уважить старика и не курить при нас да это еще и опасно а вот в этот случай рассказываешь на собрании там много многие курили и еще не знали что они делали они тушили у них было собрание у них стояли напитки значит кока-кола и прочие напитки и стаканчики были и они курили и гасили эти окурки у меня же страшно становится прямо в этих стаканчиках картина конечно страшная и он встал и сказал что это безобразие что это выглядит отвратительно это некрасиво выглядит и я бы добавил ко всему к этому что еще мало того что это выглядит не очень красиво ну когда человек кушает руками чавкает ну чавкает это ладно уж ничего не сделаешь такого воспитали кушает руками ну тоже воспитали ну так в конечном счете и окунать окурки в остатки кофе тоже вот так воспитали одним словом нельзя утружать других людей таким страшным видом это называется воздействие прямо на меня да еще и запах страшный а вот кстати рабе шламу залман ойербах всегда всю свою жизнь он питался в доме и выкидывал остатки на тарелке остатки еды просто взять и сбросить чтобы пойти помыть ну мыли у них наверное мыли другие люди не написано чтобы он был сам но уж остатки еды он точно сам умирал почему потому что не всем приятно это делать эту работу за других я пока не прочитал это в книге байтумнуха я этому вообще не поверил потом подумал я действительно я же не подумал об этом это же не очень приятно так что перед этой субботой я поговорю с вами своей женой со своими дочерьми дочерями которые придут и будут помогать своей маме нашей маме может быть мне это нужно делать или смолчать нужно ну нужно будет с этим вопросом заняться обязательно нужно заняться этим вопросом нашей семье рабе Яков Исраиль Каневский как его звали? правильно его звали стайплер не раб стайплер а просто стайплер ни разу никого ни о чем не попросил своей жизни не было такого у него об этом написал его внук он сказал записано это внук его прожил в его доме пятнадцать лет вот хамыша шаним и сказано было что даже стакан на столе во время трапезы просто стакан что подали ему он ни разу никого не попросил и когда уже был очень слабым старым человеком он слабел болел то он внук попросил подать ему том талмуды из шкафа из полки и благодарил его таким образом который сделал как будто бы он сделал ему какую-то великую услугу необычайно такую сложную так он его благодарил потому что ему не свойственно было кого-то о чем-то просить между прочим вот сегодня приедете домой у вас там будут дети ну я надеюсь или обобщите этот случай приходит человек домой и просит что-то своих детей что-то сделать понятно что нужно попросить а как же пришел папа вот выполнение заповеди уважения отца почитание отца вот принесите мне тапочки а вот вы сделаете таким образом чтобы дети сами с радостью бежали и несли папе тапочки да еще и удерглили друг у друга такой скандальчик маленький это же приятно но не заставляйте их а вдруг в это время ребенок из кубиков маленьких кубиков строить станцию на луне ну что-нибудь такое самое простецкое что это может сделать а папа просит о чем-то а он ребенку трудно от этого оторваться вот вы его и утрудили вот вы и нарушили заповедь не утружая другого которую мы учим что есть поступка Якова в доме своего своего отца Яков сделал чевичную похлебку а на самом деле это конечно следствие великой заповеди рабе Якова говорит самой великой заповеди ве агафтали реха камуха люби ближнюю как самого себя ты не хотел бы чтобы при тебе ели гречневу кажешься лаком руками ну и сам так не делай как правило вообще-то человек который так делает и на других ему тоже все равно делать ну значит другие вещи ему не нравятся что ж ты это делаешь так или иначе главный равенковный рабицак эльханан он тоже как и раф маран известен тем что никогда не пользовался ничьей помощью никогда ни о чем никого не просил ой у нас было уже несколько уроков на эту тему давно я правда не говорил так открыто помните мы говорили что лучше не делать замечания несмотря на то что в торе написано не проходи мимо человек который что-то нарушил почему потому что если ты не сделаешь ему замечание то ты сам будешь наказан некоторые говорят в такой же степени некоторые говорят за то что прошел мимо то нужно добавить что в принципе нужно сделать замечание для чего-то а для чего чтобы человек сделать шоу или просто перестал поступать плохо если ты знаешь что ничего не получится и не нет никаких хороших последствий никаких средства ничего не будет кроме ругом не кроме замечания кроме укола человеку неприятно нужно смолчать смолчать это же нарушение западе Нет ни нарушения. Можешь не пройти, сделать замечание, чтобы человек исправился, сделай ему замечание. Можно даже не сейчас исправиться, а потом. Это тоже вопрос. Сейчас ему больно, а потом осознает и скажет спасибо. Но если не можешь, проходи мимо. Почему? Потому что есть заповедь. Бааталерех камоха. Не делай уко-ра, который бесплоден, не нужен никому. Уко-ла, другому человеку. Ты же не хочешь, чтобы тебя кололи. Так вот, при всем при этом, мы можем так искать такую вещь. Мы никогда никого ни о чем не просим. Почему? Никому не делаем замечание. Был такой урок у нас. Но если можно перевести в область просьбы это замечание, то лучше попроси. Ну, попроси человека. Не кричи на него, ну, как ты можешь поступать так-то, так-то. Приходишь и спрашиваешь, ну, я тебя прошу, ну, не поступай так-то и так-то. Намного лучше слышится. А сегодня у нас урок, и смотрите, из просьбы это не просто так. Знаете, особенно, когда ты просишь его что-то сделать. Или себе, или другим людям. Или что-то не делать. Эта вещь тоже очень непростая. Старайся никого ни о чем не просить. То есть, старайся. Тора сказала, сделай замечание. Приходим мы и говорим, старайся не делать замечание, если не получится. А как делать замечание? Просьбой. Приходит Тора и говорит, и просьбу лучше не проси. Ну, не делай ты человеку больно. Старайся найти возможность сделать ему хорошо. Так вот, Рабисхак Эль-Ханан даже своим слугом максимально облегчал труд. Старался ни о чем их никогда не просить. И ту работу, которую они должны были сделать, старался сделать сам. Например, сам открывал двери. Если находился рядом, кто-то пришел, стучит, он идет и открывает дверь. Не ждет, когда прибежит специально для этого служанку. Вообще, это был тоже состоятельный человек. Это был крупный раввин крупнейшего еврейского города. И в старости даже старался сделать все сам. Не просил подать ему еду, пока люди сами не поели. Ой, тоже непростая вещь. Ну, вот сейчас начинается суббота. Это же наша мама, моя жена, несет на стол тарелку блюда с челнутом. И помогают сыновья. И она сама несет рыбу вечером, челнут утром. Это она сделала. Лишите ее-то и возможности, лишите ее радости. Сейчас она ставит на стол, все говорят, вау, как здорово, какая хорошая еда. Но если человек не испытывает радость от того, что он носит сюда бутылки с кока-колой из холодильника, а мне нужен как раз бутылка кока-колы, ну, ничего страшного. Несмотря на свои года, я уже старше 40 лет чуть-чуть, встану и пойду и возьму, если есть такая возможность. Хотя я боюсь, что очень часто бывает такое, что я говорю, а кока-колы у нас еще нету, и кто-то уже за ней бежит. Если я встану, мне говорят, папа, сядь, пожалуйста. Ну, они выполняют такой заповедь. Иногда бывает такое, иногда бывает разное. Я уже взрослый, день, день. Так или иначе, он был стариком и никому не старался не обращаться с просьбами. Особенно, если были заняты, а не чем-то другим. Так вот, чему все это рассказывается? А рассказывается вот к чему. Вот так мы попробуем себя вести всегда. Сами, да, мы будем сами так себя вести. Нужно посмотреть, насколько часто мы обращаемся к другим людям в тех случаях, когда сами можем это сделать. Насколько часто мы обращаемся с просьбой что-то сделать, если мы это можем сделать. На работе, особенно дома. Вот я могу это сделать. И с легкостью сделаю даже. Почему я прошу другого? Повторяю, если я знаю, что доставлю радость и удовольствие другому человеку, можно, это называется, я ему дал, сделал услугу. Но если это не так, то, может быть, нужно подумать, насколько часто за день я обращаюсь к другим людям с просьбой чего-то. Сделать мне. Понятно, мать просит собрать игрушки, детей дома вечером для воспитания. Но если она воспитывает, не столько воспитывает, сколько для неё, потому что она хочет, чтобы там был порядок в воспитании. Ну, воспитаются. Понятно, что она сама не убирала игрушки, когда была маленькая. Но сейчас же она воспитанная. Значит, и дети такие же будут. Поэтому нет цель воспитания, руководит сейчас этой мамой, когда она кричит этим детям, собрать игрушки с ковра, иначе я вам, хоть и обещал, не покажу в каком-нибудь там мультфильме, сказку почитаю. Почему? Потому что ей просто хочется самой отдохнуть. Это я не против. Ну, попроси другого. Ну, устал, да. Но смотрите, насколько часто мы это делаем, не вникая в заботу других людей. Тех самых детей. Им тяжело. Они вообще-то работали долго. Они раскидывали эти игрушки, старались. А теперь их нужно собирать. Вся работа у нас в марку. Если это для неё самой, лучше сделать самой. Ну, самый лучший приём – это пример. Приём воспитания. Так поступал Авраам Авину. Поэтому, если мы помним, он сам побежал в стадо за телятин, распорядиться с лугом, чтобы они принесли такую-то еду. Для кого? Для трёх путников, которые пришли к нему в шатёр. Он сам это сделал, не послал другого человека. Ну, то же самое ещё, можем сказать, про Белезда. Что он часто бывал в доме у раба, и цвак из-за его соловейчика Брискиров. И обратил внимание, как он воспитывает своих детей. Он их просил обо всём. И это было воспитание. Дети это знали. Семья словечков. И сейчас встречаю этих людей. Крупнейшие раввины. Благодарны отцу. У них так принято было. И он увидал, что это так делается. Попросил дать чай, касаял чай рядом. И дети с радостью тащили ему этот чай. Раф Шах пришёл домой, чтобы поступить так же. И у него ничего не получилось. Он не смог. И он сказал, мне легче всё делать самому. У него внутренний запрет стоит. Внутренний тормоз. Некоторый механизм, который мешает ему просить другого человека. Есть просто две системы воспитания. Раф Элезарман Шах и Рабец Хагзеев Соловейчик. Мы находимся где-то посередине. Но главное, что Раф Соловейчик отделал только со своими детьми. У других людей ни о чём такому не просил. Вот, я так не могу. Мне легче всё делать самому. Это была присказка Рава Шаха. И даже в глубочайшей старости он никогда не пользовался чужой помощью. Например, во время молитвы Рожа Шана, Йом-Кипур, там мы помним, да, нужно было ложиться, и сейчас ложиться, на землю, вместо Хавим. И к нему подбегали люди, чтобы помочь ему встать. И он всегда старался. Он уже, все знали уже, он очень переживает на эту тему. Он, кряхтя, будет опираться об стул, поднимется в помощь стула, но постарается не утужать других людей. Все знали и ничего ему не делали. И я был в доме Рава Шамуэля Уэрбаха относительно недавно, прошлой зимой. И мы пришли с ним от Ешивы к нему домой. Ешива Гагра, здесь нас в Иерусалиме. И он, у меня был серьезный разговор. Я к нему вошел внутрь, и в дверях он начал снимать пальто. И я подбежал к нему, чтобы принять это пальто и повесить. И подбежали ко мне люди, там два человека, у него секретарь. Не делай это, не делай, он очень это не любит. Ну, я не делал этого. Он не обратил внимания, потому что я был на новеньких. Вот есть такие люди, которые стараются не утужать других. Наша сегодняшняя задача, сегодняшний наш урок – посмотреть на себя. А мы как себя ведем? Вот так надо себя вести. Еще одна история из книги Рава Зильберштейна. В одной семье решили назвать мальчика Йонатан, Йонатан и Йонатан по имени отца матери. Это была молодая семья, молодая муж и жена, по-моему, даже первый ребенок у них был. И вот у жены относительно недавно умер отец, звали его Йонатан, наш кенадская семья. И поэтому ребенка, которого она родила, просто вот на днях родила, хотели же назвать, и завтра должен был быть Брит. И такое несчастье произошло в этом доме, в этом доме, в этом здании, что за день до Брита, там Брит мила, в их дворе умер другой мальчик. Старший, взрослый мальчик, но с таким же именем – Йонатан. И папа с мамой испугались, сейчас мы завтра назовем его, дадим ему имя Йонатана. А у нас, видите, с Йонатанами тяжело в нашем дворе, и как бы судьба того мальчика не перекинулась хотя бы частично на нашего ребенка, можно ли, что делать в таких случаях, можно ли давать такое имя. И они пошли к рабе Шлому Залману Ойербаху, отцу того раввина, о котором сейчас я рассказывал, что вот я чуть не испорил свое РНМ, подхватив его по льду. Они пришли к этому раввину, рабе Шлому Залману Ойербаху, за цаль, зерканули в Рахоблаженную память об этом праведнике. И тот сказал, ни в коем случае не давать это имя, не надо это делать. Почему? Да это же будет расстраивать мать умершего ребенка. Она же каждый день будет слушаться, она растет, как вы зовете ее, Йонатан, Абайта, домой, иди обедать, Йонатан, где ты? Она будет слышать это каждый день, и она будет плакать. А как же исполнить заповедь, не заповедь, а обычай давать имя в честь умершего, ближайшего родственника, дедушки. Сына, мама, папа, так, у вашкинастских евреев принято. А он им сказал, из-за того, что вы не дадите это имя этому ребенку, чтобы не расстраивать его мать, то будет выполнена важная заповедь назвать ребенка в честь дедушки. Именно тем самым выполните, не назвав его именем. Ведь вы же не будете, тем самым вы не будете мучить этим именем эту женщину. Это из книги Рава, из Хака Зильберштейна. Ну, есть еще несколько вещей. Михильта. О! Михильта, это устная тора, это записи законов устной торы с некоторым Медрашим на книге Танаха. Вели на казнь вместе со всеми мудрецами римляне. Устроили казнь нашим мудрецам, раби Ишмаэля и раби Шимона. И они шли. И раби Шимон, будучи учеником раби Ишмаэля, будучи очень молодым, спросил у раби Ишмаэля, раби, мой учитель, за что меня убивают? Это были большие, крупнейшие мудрецы. Вопрос ведь состоял не в том, что ему было жалко умереть. И он смотрел на эту жизнь глазами наших пранцев, крупнейшие мудрецы. И он знал, что ничего в этом мире не совершается без воли Всевышнего. Если пришла смерть, пришла смерть. Если можно ее избежать, нужно ее избежать. Он не спросил, как нужно убежать отсюда. Он спросил, если эта смерть пришла, то за что? Чтобы знать, уже исправиться-то уже некогда. Ну, сейчас я пожалею о том, что я делал плохое дело. Интересно, что он ответил. И раби Ишмаэль ему ответил. Скажи, пожалуйста, возможно такое, что к тебе приходили лишь Оль с раввинским опросом, потому что раби Ишмаэль, он был крупнейший раввинцем, а ты не сразу выходил к людям, которые пришли к тебе, а ты находился в доме, чтобы ответить ему на их вопрос. Ну, может быть, ты завязывал шнурок очень долго. Ну, может быть, ты допивал стакан. Ну, сейчас он подождет, сейчас допью. И проходило несколько секунд. Это были крупнейшие люди, повторяю, у них. И это считалось ошибкой. Или, например, переодевался, надевал талит. Талис. Вот если такое случалось, вот именно поэтому. Мы на таком уровне, что это заслуживает смерти в этой жизни. И раби Шимон ответил своему учителю, раби Ишмаэлю, ты меня успокоил. Успокоил теперь мое сердце спокойно. Запрет не мучить. Он ведь не имеет размера. Запрет не утруждать. Утруждать люди ждут, а ты допиваешь кофе. И можешь хоть мучиться. Не знаю, можно ли это сказать. Ну, маленькая иголочка уколол его. Вот он не сразу идет ко мне. Мы взрослые люди, я переживу, если я вижу, что кто-то не сразу бежит ко мне. Но не все ведь переживают. Иногда бывает некоторая такая, даже не то, что досада, что он меня не уважает. Наверное, к своему уровню он побежал бы быстрее, чем ко мне, своему ученику. Нет, я переживу. Но переживет ли тот, кто так поступает? Как мы видим из этого рассказа. Ведь это же мой учитель. А сейчас рассказ очень простой. И он про то... Он про то... Обычная история. И в ней ничего замечательного нету. Кроме того, что она вообще-то была записана в книгах мусара еврейского. И на этих книгах, на этих записях воспитывались, может быть, десятки поколений наших предков, наших еврейских предков. До нашего времени в интернете книг, книгопечатания записывают. Истории очень простые. И на них воспитывалось то поколение, которое передало мусар дальше и дошло до наших дней. Интересно, каковы же были примеры, на которых они учились? Для этого этот рассказ я и привел. Потому что он уже очень прост и дидактичен, что ли. Рассказывают про раба Хайма Фалажи из Турции. Может быть, Плажи, возможно. Я не знаю, как это читается. Или Флажи, или Плажи. Или Палажи, Фалажи. Я думаю, что Фалажи, поскольку это все-таки турецкое имя. Ну, по-еврейски должно быть, конечно, Пэй. Первый Пэй, все равно Пэй. Но сейчас же есть машина Фиат, она же не Пиат. А вот я по правилам Пятигорский, не Пятигорский. Так или иначе был Фалажи. Он рассказал на своих уроках такую историю. В Измире, он из Измира. Умер богатый, не очень праведный человек. И через месяц сам этот раб увидел его во сне. И он был одет в прекрасные одежды. Так его во сне все это трансформировалось в образ человека, который приходит с лицом этого богача. И в прекрасных одеждах радостен. Что-то происходит здесь. И он сказал, что на небе его приняли с почетом. Вот что это означает. В двух словах. Возможно, так сказал. Знаю я, что его приняли с почетом на небе. В том грядущем мире. А для простых людей, которых я рассказываю, говорю, и он был в прекрасных одеждах. Вы знаете, что это такое? И спросил, за что это с собой так поступили? Потому что там все открыто. Там все известно. Там ничего не скрывается. И он ответил, мне сказали, что это за то, что я никогда не утяжелял жизнь своим слугам. Ни разу в жизни не прикрикнул ни на одного из них. Давал отдохнуть всегда. И вел с ними, никогда с ними вел жестоко. Жестоко по определению слуги, а не по моему, по определению. Рафплажа очень удивился. Как-то неожиданная вещь. Именно из-за этого других заслуг у него не было. То есть, другие, может быть, были. Но это было такое большое, что из-за этого приняли совсем почетом. И он взял и пошел в этот дом проверить. Вот умер у вас недавно человек. И он пришел в этот дом. Еще шивы все сидят. Еще сидят эти семь дней. Близкие родственники. И ему сказали, что больше всего в нашем доме убиваются по смерти хозяина дома именно слуги и служанки. Больше всех они убиваются. Они очень расстроены. И не потому, что они боятся, что теперь им будет тяжелая жизнь. В семье, наверное, так же все и останется. А потому что, на самом деле, любили этого человека, который любил их. Любить слуг и работников – это очень тяжело. Вот у него это получилось. Ну, вот Михильда, о котором мы сейчас рассказывали, это на самом деле, эту Михильду я прочитал не в Михильде, а у Рава Шмулевица. И как-то мы давали на эту тему урок. И есть в моем блоге на эту тему статьи. По-моему, очень интересная статья на эту тему. Что, в принципе, каждый человек, который делает другому больно, утруждает его, утяжеляет ему жизнь или замечанием. Или просто заставляет его что-то сделать. Как угодно. Он, вообще-то, за это расплатится. Повторяю, это Рав Шмулевица написал об этом, вот это очень важно. Он не написал, что за это будет наказан. Нет. Но это без последствий не пройдет. Например, если ты хочешь помочь человека спасти его из пожара, о нас будет сказано, пожарный, у него эту профессию, он пошел пожарником работать, он вбегает в горячий дом, чтобы достать этого человека, то знаешь, что делай хорошее дело, но ты не можешь не обгореть. Это сейчас у нас уже входит в форме, азбистом покрытый сверху, донизу. А раньше это были обычные люди, которые рисковали так жизнью, ничего специального на них не было. Или, например, ты хочешь быть врачом, ты помогаешь людям. Сейчас обезболивающие есть препараты, а раньше тащили зубы, и было больно. И он хотел облегчить жизнь другого человека, поэтому пошел работать медиком не из-за того, что получает большие деньги, то есть не только из-за этого, а через то, чтобы помочь другим людям. Поэтому он собрался быть медиком, это было его старой мечтой в жизни, когда он еще был ребенком. Потом еще оказалось, что еще и деньги. Он хочет помогать другим людям. А как помогать другим людям? Сейчас ему сделают больно. Так вот, если ты делаешь больно, то это тоже будет отмечено. И все равно что сделать? Это не что иное, как сунуть руку в огонь. И не потому я говорю, снова повторяю, как написал Равш Мурлевец, что ты за это наказываешься, а из-за того, что ты должен знать, что огонь имеет природу такую, и он обжигает. Хочешь или не хочешь. Ну, Раби Хаем Озер Гроджинский. Все происходило в городе, который называется Друзкининкай. По-еврейски Дрозгник, так было написано. Он хотел снять дачу в литовском городе. Нашли ему две квартиры. Одна большая, со всеми удобствами. А все его уговаривались снять первую. А вторая была маленькая. Мало каких удобств было, а цена одинаковая. Жена тоже хотела. А он сказал, нет, надо поговорить со служанкой. Что она скажет? Я оказался в том доме, где была большая кухня. Но там нужно было далеко ходить до колодца. Тоже на этой же территории. Мясить воду. Придется много ходить. А, и просто вообще кухня находилась далеко от салона. И он сказал, это достаточно для того, чтобы в более компактном месте жить, только чтобы никого-то не утружать. Надо думать, как облегчить жизнь, облегчить чужой труд, даже если тот должен его сделать по закону, по заказу. Я за это плачу ему деньги. Об этом написал Хазон Иш одному из своих учеников. Письмо было. Он остался. Это ученик показывал, привел и в своей книге привел. Особенно так было написано. Ты лично остерегайся не замечать труда других людей. Тебе это свойственно, я заметил. А раз так, люди, которые тебя окруждают, поменьше их утруждай. Заставь себя переживать за них. В каждом их действии, как будто это ты делаешь. Или как будто это твой сын делал, добавлю я от себя. Ты же не хотел бы, чтобы кто-то утружал твоего сына, вот маленького мальчика, не любил бы его. Хазон Иш всегда ходил по улице с очками. Вот как я сейчас с очками. Только очки не такие. У меня очки старческие, да. Далеко я вижу, неплохо вижу, слава богу. А вблизи уже плохо. И для этого я нашел очки. У него было нормальное зрение, но наоборот. Он прекрасно видел вблизи. Вот на расстоянии чуть похуже. И тоже ничего страшного. Человек идет в Хазон Иш. Быстро ходил. И не обязательно, что он видит себя вокруг. Он говорит, нет. Он надевал очки. И надев очки, он просто видел окружающих людей. И объяснял для того, чтобы поздороваться с ними, когда они будут проходить мимо. Его все знали в наибраке. Все с ним здоровались. И он не хотел уколоть кого-нибудь тем, что он просто ему не кемнет в ответ. Видите? То же самое и здесь. В отличие от Якова, который не хотел утружать других, старался взять их труд на себя. С.А. Вел себя прямо в предположенном образе. Он очень расстроил родителей, когда взял себе в жены Кнанок. И они хотели этого. А он взял, так сказано, в 27 главе книги Берешит. «И стало это горько, Исхаку и Ривке, и помутились их глаза». То есть, и глаза были ясными, а теперь стали мутными от чего? От горя. Раши пишет, что помутились их глаза от воскурений Фемиама, идолом. Идолопоклонцем занимались. Раши, он ведь не впрямую писал, как сказку какой-то. Вот они воскуряют, а вот этот дым попадает в глаза. Понятно, что от горя, что они видят, что это идолопоклонство. Это такой образ литературный, я так думаю. Как будто бы этот дым попал им в глаза. Но главное, что связано с идолопоклонством. А вот в Талмуде Бава Кама вообще никакого идолопоклонства нет. В 93-м листе написано, помутились глаза их от расстройства и слёз, что он не выполнил их просьбу, что он нарушил обещание данное Аврааму, что его семья будет что брать, детей будет брать где в той родне, которая из дома Лавана. И так сделал Ицхак. И вот теперь Исав так тоже сделал, старший вроде бы. И он посыпал по-другому, и они расстраивались и плакали. Раби Хайм Шмулевец тоже приводит на эту тему. Вот эти слова. Книга называется «Сейхот Мусар». Он так написал. «Нельзя расстраивать других людей, даже если делается для их пользы и для Шем-Шамаем, во имя небес». То есть намерение сделать всё это для небес не засчитывается в оправдании. Я им сделал больно. Но я это делал, чтобы на небе знали, как я выполняю заповеди, как мы, евреи, выполняем заповеди. Сам запрет расстраивать, повторяю, является частью заповедей «Полюби». Заповедь «Полюби» – это «ТАСС, сделай», а запрет «ЛОТАСС». Так вот, не делай, не утруждай других людей, не обижай их, не делай им больно. Почему? Если сделаешь, это называется, ты не выполняешь заповедь любить других людей, как с тобой себя. И частью того, о чём сказал Илья, не делай другому то, что не хочет, чтобы делали тебе. Так, иначе у нас был такой урок уже «Облегчить жизнь другим», там мы и говорили. А вот, скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос на эту тему. Прямо в нашем блоге у меня был спор с несколькими людьми, длительное обсуждение шло. Как раз на эту тему. Я уж не помню, это было год назад или два года назад. Про тайную дзнаку, тайная помощь. Приходит человек, и нужно помогать так людям, чтобы лучше, чтобы они даже не знали, что это ты сделал. То есть, по-другому не можешь сделать. Ну да, ему, конечно, ничего страшного, но это не будет. Он нуждается в помощи, ты её даёшь. Но очень часто, так часто и говорится, что если ты дашь, и он даже не будет знать, что это ты дал, то вообще лучше. Если он просит тебя помочь, ну, наверное, надо помочь. Но были люди, крупные раввины, вот в частности, отмор из гор, к нему в Америке пришли, попросили деньги. И он достал 10 долларов из кармана, говорит, вот тебе на операцию твоего сына, по-моему, твоей мать. И больше не дал, и тот ушёл обиженный, расстроенный. А набрал какие-то деньги, была какая-то операция, и даже подготовка к операции. Сделали операцию, нужно было дальше устраивать типуль, чтобы человек вылежал положенный срок после этого. А у него денег уже не было, и нужно было взять этого родственника, отвезти обратно в Израиль. Ему сказали, что всё оплачено. И он сказал, кто оплатил, он сказал, просили не говорить. Но поскольку говорил-то ему не еврей, который служащий здесь в лобби этой больницы, то этот еврей достал те 10 долларов, которые не нашли своего применения, полученное от адмора из гур. Достал, говорит, а за это деньги ты мне скажешь, кто это был. Тот взял эти деньги, вложил себе в карман, говорит, это ваш адмор из гур. И у нас возник вопрос, послушайте, ведь он же помог. Раз он помог, то почему же он сделал больно тому человеку? Он пришёл за помощью, получил 10 долларов, как насмешка, и ушёл. Это разве не обидно? Ни один из ответов, долгое обсуждение было, это может сделать только такой крупный человек, который все знают, что он просто так никого ничего больного не сделает, он всё равно поможет. Но кто сделал больно этому человеку? Он сам себе сделал больно. Ведь когда я иду просить о помощи, и человек говорит, что нет у меня такой возможности, я же готов к этому ответу. Я же пришёл мне отнимать эту помощь. Я пришёл её попросить. Я еду в автобусе, и хочу открыть окно. Не очень холодно, не очень жарко. Раньше были кондиционеры послабее, их вообще не было. И это, думаю, что можно было бы открыть это окно. Между мной и окном сидит ещё один человек. Я говорю, окошко можно открыть. Понятно, что я рассчитываю на его ответ, или да, или нет. Если он скажет нет, значит, на этом всё дело и кончилось. Я не приказываю ему открыть окно. Я его не прошу таким безрепелляционным тоном и образом, чтобы «Открой окно, и всё, открой, пожалуйста, если не откроешь, я буду настаивать». «Нет, я же не это делаю. Я хочу узнать, откроет он или не откроет». Он говорит, нет, всё, разговор закончен. Так вот, если кто-то обижается на другого человека, не готов к негативному ответу, то он расстраивает сам себя, обижает сам себя. Почему? Потому что ты не обязан был всегда получать решение правильное в твою пользу от всех людей вокруг тебя. Мир ещё заполнен другими заботами других людей. Поэтому не расстраивайся в своём себе. Об этом сказано в истории про Пнину и Ханну. Вы знаете, кто такие? Это две женщины, крупнейшие женщины, героини Танаха. У Хана родился сын Шмуэль. Шмуэль помазал первого царя Шауля. Это женщина, которая вымолила у Всевышнего, она была бездетна много лет, вымолила у Всевышнего своего ребёнка, и родился Шмуэль, которого она посвятила крупнейший пророк, практически крупнейший пророк, храму. У Пнины было семь детей, у Ханы ни одного. И Пнина над ней насмехалась. Я не скажу, издевалась, она насмехалась. Она всё время говорила об этом, колол её бездетная. И Хана, так сказано, что она была расстроена именно от слов Пнины, и она молилась, и чем больше она расстраивала, тем больше её молилась, тем больше она молилась. И в силуе этого родился у неё Шмуэль. И в Медрашно рассказано о том, что величайший пророк Израиля, на самом деле величайший пророк Израиля, сразу после Муши. Такого уровня не было. Жил в другой эпоху. И написано, что на смешке Пнины ей помогли. Пнина-то не просто так её подкалывала, смеялась над ней. Вот и бездетная у меня, видишь, уже семь сыновей. Она хотела, чтобы та молилась. Потому что было такое пророчество. Вот она может. И она может этого добиться. И такого она родит праведника, что это во славу всего Израиля. Поэтому Пнина поступила так, вопреки запрету смеяться другим человеком, для чего? С хорошей целью. Так вот, несмотря на то, что у неё было благое намерение, так написала Равшима Левец. Хотите вы или не хотите, в первой книге Шмуэля написано, что все семь сыновей умерли при её жизни. Она была за это. Не то, что наказана за это, но, в частности, такой ответ был с небес на такие действия. Несмотря на то, что у тебя хорошее кавана называется, хорошее намерение. Есть такие случаи, когда без нанесения обиды, без боли не обойтись. Вы говорили об этом, врач в больнице. Или случай со старой женщиной, которая живёт в семье сына и отравляет всем жизнь. Что теперь делать? И деваться некуда. Ответ такой, обратиться в бейт-авод и переслать её туда. И тут главное шлом обаит, психическое здоровье семьи. Ни больше, ни меньше. Даже если родители одного из супругов здоровы, им надо жить отдельно. И это забота о свекрови тоже. Она привыкнет в этом доме бейт-авод и скажет, что там лучше. Там профессиональный уход и так далее. То есть, так решаются эти вопросы. Только нужно это мягко сделать. Не дай бог. Я сейчас говорю, я даже не знаю, где кто-то меня слушает. Американские времени, наверное, поймут. Израильские. Ну, если они давно уехали из России, тоже поймут. В России, может быть, это тяжелее поймут. На Украине. Почему? Потому что отправить в богадельню родителей, это считается вообще страшной вещью. Но вот тут иногда богадельня намного лучше, чем дом, в котором царит такая неприятная атмосфера. Потому что нужна же забота за этим человеком. За ним надо физически смотреть, вносить все эти горшки, менять ему титулим, подгузники, что угодно. Вы это умеете делать? Ну да, берите за это дело, если у вас другой работы нет. Поэтому нужно найти возможности, можно найти и средства какие-то, чтобы заплатить за это. Главное, чтобы человеку обеспечить достойную и хорошую старость, ни больше, ни меньше. Рабиш Ламазалман Оербах, я уже несколько раз о нем говорил, в последние годы жизни, очень болел. Лежал в отдельной палате. В больнице Шаре Цендак, не знаем эту больницу. И однажды к нему поселили другого больного. И в середине ночи вдруг район вызывает ночного санитара. Позвонил ему, тот приходит, я спрашиваю, где будильник? Я не могу найти будильник. Где будильник стоял? Мне всегда звонил, утром меня будет, нужно его погасить. А санитар спрашивает, ну и зачем он вам? Для утра много времени, я вас разбежу, если вы не нашли. Я думаю, да нет, надо его отключить. Этот человек услышит, что утром он звонок? Испугается. Он очень громкий, потому что он не привык. И вообще я не хочу его убедить. Так он поступил. Ну что, сколько у нас еще минуты в баре осталось? Нисколько не осталось. А поэтому переходим к финалу. Нашему финалу очень простой. Давайте прям возьму и скажу, что мы хотим от нашего финала. Никогда никого не утруждаем сверх нужды. Слышите? Наши нужды. Даже если это надо сделать. Ну, помочь можно советом, но заставить человека работать для того, чтобы он заработал. Но смотрите, не делайте это через боль. Уважаем труд других людей. Уважаем труд других людей. Так хорошо, да? Уважайте труд уборщиц. Это прям формулировка из Иоадута, из нашей Торы. Заботимся о других людях даже чем? Даже тем, что не просим их сделать то, что мы сами можем сделать с легкостью. Старимся никого ни о чем просить. Мне, правда, однажды сказали, что нужно же просить всех обо всем, чтобы что? Выполнили запад помощи другим людям. Так попроси их, чтобы они выполнили этот запад. Проявите от этого Агатали Реха Камоха. Особенно старый человек. Попроси его. Но это только в нашей среде, где люди это понимают, где знают эти законы. Там, да, там я уже, может быть, это и сделаю. Но там, где я не уверен, что меня поймут, там я как-нибудь старичок, переживаю и сам. Вот на этом мы наш урок и заканчиваем. Не буду вас утруждать больше положенного времени. Большое вам спасибо. Все хорошо. Шалом, шалом.